Один из старейших дацанов России, Тамчинский, основали в 1741 году. Именно тогда императрица Елизавета Петровна дала буддизму статус официальной государственной религии в Российской империи. Поначалу дацан представлял собой войлочную юрту. Через 9 лет он обрел деревянное здание, а в конце 18 века превратился в целый комплекс с 17 храмами. Сегодня мы приехали в Тамчинскую долину на фестиваль в честь 280-летия некогда буддистского центра Восточной Сибири. Общий молебен предварял сокровенный буддийский ритуал. Во время танца мистерии на нашу землю нисходят божества. Они помогают собравшимся освободиться от страданий и проблем, очистить тело, речь и ум. К честь этого юбилея состоялась мистерия ЦАМ. Это очень редкое событие, которое привлекло очень много гостей и жителей нашей республики. Уверен, что этот праздник может стать одним из главных событий в туристической жизни нашей республики. Прямо на территории дацана прошли соревнования по национальной борьбе. Особенно напряженным выдался турнир среди юных борцов. Победителям обещали ценные подарки, но некоторые ребята думали совсем не о призах. А что хотели бы получить? Медаль. Медалька. Главные навыки. Главное навыки прокачать. Алексей занимается борьбой четыре года. Мы болели именно за него, но целеустремленный парень не смог одолеть своего соперника в первой схватке. Был в себе уверен, очень сильно даже. Ну, хотел сделать проход в ноги и так получилось, что меня на этом подловил и прокинул между собой. Ну, ты нам тогда сказал, что главное – это навыки, а не победы. Навыки, да. Просто так обидно стало, что вроде все получалось, но в последний момент так произошло. Как ты себя мотивируешь после поражений? Больше тренируюсь. Больше начинаю тренироваться. 83 человека из районов Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края посостязались в меткости стрельбы из лука. Как и все спортсмены, лучники тоже суеверны. Многие из них приехали не за победой, а отдать дань уважения предкам. Но заветных правил все равно придерживаются строго. Нельзя вот ходить там, переступать через луки, стрелы, нельзя ходить по кону, да, где мы стреляем, куда. Нельзя ходить там по кону. Это вообще считается большим грехом. Ученики и преподаватели местной школы искусств показали гостям фестиваля мастерство рук и яркость воображения. На оригинальные сувениры можно было не только полюбоваться, но и купить их. Это у нас изготавливают на лазерном графере. Сидорик Максим Васильевич вырезает, специалист. Вот у нас делают линейки вот такие, да, изготавливают. Вот это создают работы резные, такие более тонкие, да. Ну и девочки тут немножко вот могут раскрасить, да, за все, художницы наши. Это история. Сегодня каждый человек, который внес свою лепту, он не только сохраняет историю, он ее делает. И то, что у нас есть вера, мы ее храним, ценим. Это для нас очень важно. 280 лет Тамчинскому Датсану исполнилось еще в прошлом году. Из-за пандемии торжественные мероприятия откладывали, поэтому к празднику готовились больше года. И судя по улыбкам гостей и участников, он оправдал все ожидания. Алина Котова, Александр Семенов, телекомпания АТВ.